Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жукаев. И вот что в нашем выпуске. Строительство и ремонт социальных объектов. Сегодня Рашид Тимрезов провел совещание с членами правительства и руководителем Дирекции капитального строительства региона. Две с половиной тысячи нарушений закона. Привлечено более 500 должностных лиц. С этой темой посвятили круглый стол в прокуратуре республики. Достижения проблемы перспективы развития. В Черкесске состоялся ежегодный отчерт от обмана подоплошинского казачьего общества. Мои года, мое богатство. 107-й день рождения отпраздновала жительница села Зиюка Хабецкого района Зугат Баташево. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел сегодня совещание с членами правительства и руководителем Дирекции капитального строительства региона по реализации нацпроектов. В частности, рассмотрели ход работ по строительству и ремонту социальных и инфраструктурных объектов. По итогам совещания Рашид Тимрезов поручил председателю правительства Мурату Аргунову доложить о принятиях мерах по обеспечению выполнения сроков и качества работы и недопущению удорожания объектов. Кроме того, глава поручил усилить эффективность службы стройконтроля за качеством и сроками выполняемых работ на каждом этапе строительства и принять меры для улучшения работы по подготовке проектных решений объектов капстроительства. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Владимир Владимирович, выдающийся государственный деятель мирового уровня, превосходный стратег, опытный руководитель, чьи мудрые и дальновидные решения с каждым днем делают нашу страну сильнее. Единение Владимира Путина с российским народом, решительное отстаивание национальных интересов государства, наших духовно-нравственных ценностей, возродили Россию как великую державу. Наше общество сегодня как никогда консолидировано, сплоченность вокруг своего лидера мы чувствуем по методосную силу, основанную на уверенности в правде и справедливости, которой на нашей стороне. Жители Карачаева-Черкесии поддерживают президента во всех решениях. Вы для нас пример беззаветного честного служения интересам Родины. Счастья, здоровья, успехов, новых побед и свершения во благо нашей великой страны, говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. В Республиканской прокуратуре прошел круглый стол, посвященный вопросам антикоррупционной тематики. Спикерами мероприятия выступили эксперты, курирующие данное направление в прокуратуре Карачаева-Черкесии, управлении главы региона, а также представитель Народного фронта. Также нашим журналистам было сообщено о почти двухсот, двух с половиной тысячах выявленных и пересеченных нарушениях законов, о внесении свыше одной тысячи актов прокурорского реагирования, по результатам которых к различным видам ответственности привлечены более 500 должностных лиц. Старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ратмир Баташев обратил внимание на то, по каким признакам порой выявляется данное направление. Когда мы принимаем участие, каждый раз я довожу до сведения граждан, что должностному лицу какую бы он специализацию не имел бы, пусть он будет по специализации, да, по образованию, экономист, медик, если он замещает должность в органах государственной власти, муниципалитетов, он обязан соблюдать требования антикоррупционного законодательства, а именно, если мы с вами перейдем, это исполнение обязанностей. Что у нас вообще входит в вопросы исполнения обязанностей? Это предоставление сведения о доходах и расходах должностного лица, недопущение возможности возникновения конфликтной ситуации и при обращении в целях склонения к коррупционному правонарушению уведомление своего работодателя, непосредственно начальника. Печальная весть. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Владимирович Прокопов. Ему было 98 лет. Соболезнование семье выразил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Ивана Владимировича призвали на фронт в 1943 году за проявленное мужество. В годы войны он был награжден Орденом Отечественной войны, второй степени, медалями за боевые заслуги, за отвагу, а также юбилейными медалями. Жизненный путь Ивана Владимировича, его трудолюбие и любовь к Родине всегда будут служить примером для всех нас. В нашей памяти всегда будет жить светлая и добрая память об этом человеке, герои, бойце, завоевавшим свободу и независимость нашей Родины, написал в своем официальном телеграм-канале Рашид Темрезов. Итоги работы за год достижения проблемы перспективы развития. В Черкесске состоялся ежегодный отчетный сбор атамана Баталпашинского казачьего общества Валерия Дедука. Подробности у Али Баташева. Торжественный внос знамени казачьего войска. Молитва перед началом сбора. Казаки сохраняют верность традициям, переданным предками. Залог успешного развития взаимодействия с органами власти, религиозными и общественными организациями. В начале этого года главой региона был подписан указ о реализации в республике стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Завершается формирование региональной нормативной базы, которая позволит казакам внести государственную службу и обеспечить формирование эффективного механизма взаимодействия казачьих обществ с органами государственной власти и местного самоуправления. Руководством республики поддерживаются инициативы казаков, направленные в том числе на сохранение мира и межнационального согласия, стабильности общественно-политической обстановки в регионе. Об итогах работы за год рассказал атаман Баталпашинского казачьего общества Валерий Дедук. 144 казака из Карачаева-Черкесии – участники СВО. Шестеро добровольцев удостоены государственных наград. Некоторые – посмертно. Память погибших в спецоперации почтили минутой молчания. Докладчик рассказал о проводимых в течение года мероприятиях – воспитании и образовании казачьей молодежи. Правительство Карачаев-Черкесии тоже сделало очень много для того, чтобы наши казачата учились как минимум. У нас в году обеспечено финансирование на 12 учебных мест в Южно-Российском лицеи казачества и народов Кавказа. В течение года с казачьей молодежью школьного и добризного возраста проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Атаман призвал казаков больше уделять внимание своей духовной жизни, привлечению молодежи в казачье общество, создавать каналы в соцсетях. Он выразил благодарность казакам, которые защищают интересы Отечества на Донбассе, помогают фронту, трудятся во благо развития Родины и своего народа. Я хочу выразить в первую очередь благодарность руководству республики за то признание важности и нужности казачества на территории Карачаева-Черкесии, за признание казачества частью социума Карачаева-Черкесской республики, за те шаги, за те действия, за те намерения, которые делаются властью в отношении казачества. Только единственная сплоченность в нашем обществе не позволит никогда сломать нас, раздробить и победить нашу великую страну. По итогам сбора работа атамана Баталпашинского казачьего общества Валерия Дедук была признана удовлетворительной. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, днём местами сильный, с грозой. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 7, днём 17-22 градусов тепла, местами до плюс 14. В Черкесске ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 14. Температура ночью 12-14, а днём 18-20 градусов тепла. Продолжаем наш выпуск. Очередной груз гуманитарной помощи направлен из Карачаева-Черкесии в зону специальной военной операции. Народный фронт, торгово-промышленная палата, представители бизнес-сообщества республики организовали отправку из Черкеска. Подробности у Али Баташева. Предметы первой необходимости, продукты, тёплая одежда и множество других вещей, собранных неравнодушными жителями республики, вновь отправятся из Черкеска в зону специальной военной операции. Это делается регулярно и на постоянной основе, говорит куратор проекта «Всё для победы от Народного фронта» Руслан Кильба. Груз формируется исходя из потребностей военных и гражданских лиц. К нам обращаются бойцы. Мы обрабатываем заявки. То есть у нас есть там определенная, допустим, очередность. Есть наиболее, которую мы должны обработать в первую очередь. Там самые значимые, есть там чуть-чуть, может быть, менее. Но всё равно мы все стараемся выполнить и оперативно их доставить. То есть всё покупаем, за всё отчитываемся, снимаем видео. То есть примерно процесс выглядит вот так вот. Благодаря поддержке волонтёров Никольского собора, Николин уголок, который мы все знаем, любим, уважаем всю их деятельность, Благодаря их поддержке сегодня и комплект рации будут по заявке от бойцов направлены непосредственно на передовой, будут выполнять свою непосредственную функцию. Помощь идёт не только нашим бойцам на передовой или проходящим лечения в Ростовском военном госпитале, но и гражданскому населению в Курской области. К акции присоединились торгово-промышленная палата, центр «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесской республике, производители одежды «Марсали» и другие. Неоднократно отправляли и в этот раз тоже не остались в стороне и помогли собрать шапки тёплые, одежда, как для детей, так и для взрослых. Хочется отметить, что и ранее предприниматели принимают активное участие в оказании помощи. Хочу выразить им благодарность, а также сказать, что двери центра «Мой бизнес» открыты для любого жителя Карачаева-Черкесской республики, для любого предпринимателя, независимо от того, что проходит акция или нет. Пространство автомашины быстро заполняется коробками с продовольствием, мешками с тёплой одеждой и другими предметами. Помощь и поддержка тыла всегда востребована, особенно на передовой, говорят очевидцы. Это, мне кажется, самое главное. Тут же даже дело, понимаете, как они в каких-то там материальных вещах, там, снаряжения, продукты, дело даже не в этом. Тут дело, как нетривиально звучит, в самом внимании к ребятам, да, то есть они прекрасно создают, понимают, что вот она, реальная поддержка тыла. То есть о них помнят, о них заботятся, о них думают. То есть, и ещё раз повторюсь, это регулярно, то есть это не так, что один раз делали и забыли. Нет. Мы постоянно это делаем и постоянно каждый раз нас ребята благодарят. Ну, лучшая награда, наверное, да, можно так сказать. Каждый житель республики может оказать свою помощь нашим бойцам, обратившись в региональное отделение Народного фронта. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Жизнь длиной в эпоху. Героиня нашего следующего сюжета Зугат Баташева, жительница села Зию Кахабетского района, из числа таких редких людей, кому выпадает уникальная возможность прожить больше века, став, по сути, свидетелем и участником целой исторической эпохи. К своему возрасту она относится с уважением и охотно делится секретами долголетия. С почтенным старцем встретилась Фатима Даурова. В День пожилых людей ученики из Аюковской школы вместе с наставниками пришли в гости к самой возрастной и почетной жительнице аула Зугат Баташевой. В этом году ей исполнилось целых 107 лет. Наша героиня – ровесница Великой Октябрьской революции. И дети с интересом слушали воспоминания ветерана о жизни и юности, пришедшейся на годы военного лихолетия, коллективизации и амбициозных пятилеток страны Советов. Ясное сознание и правильная речь Зугат удивляет молодых ребят и заставляет задуматься о важных жизненных вопросах и вспомнить моменты, связанные с личным. Знаете, я вот вдохновился тем, что увидел сегодня. Эта бабушка знает очень много всего, и она нам рассказала советы, которые продлятся на всю жизнь. Вот у нас в Сирии, где я жил, каждый раз, когда мой дедушка ночью просыпался, он всегда просыпается ночью и делает намаз, поклоняется Богу. И он смотрел на Луну и говорил мне, каждый раз, когда я смотрю на Луну, я вспоминаю свою жену. Даже когда она так в старости лет, он ее очень сильно уважает и любит. Эта бабушка, она выглядит очень хорошо. Вот посмотрев на нее, вообще не скажешь, что ей 107. Она такая красивая, хрупкая. С малых лет она трудилась на колхозных полях наравне со взрослыми. На просторах этих же полей она возмужала и становилась полноценным работником, который всю жизнь посвятил сельскому хозяйству. После ухода мужчин на войну все трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, стариков и детей. Зугат Баташева не стала исключением. Но испытания, выпавшие на долю женщины, укрепили ее дух. Она не любит жаловаться на жизнь, а благодарит Всевышнего за свою судьбу и светлую старость в окружении родных и близких. А на вопрос ребят, в чем же заключается смысл жизни, мудрая бабушка ответила. Любовь к ближнему. Я очень люблю людей. До сих пор тянусь к обществу хороших. Всевышний дал мне возможность прожить долгую и красивую жизнь, насыщенную разными событиями. Вкус им придавали именно те люди, которые своим теплом, добротой наполняли меня, поддерживали в трудные минуты. И в радости, и в горе. Они всегда были рядом. Мои родные, моя семья, мои соседи и односельчане. Любите и уважайте друг друга. Вот что самое главное в жизни. Семь лет назад 100-летний юбилей Зугат Баташевой дружно отметили все жители аула Зиюка. И мы были свидетелями праздничного события. Пожелания кавказского долголетия, крепкого здоровья и бодрости духа, прозвучавшие из уст поздравляющих, воплотились в реальность. Ведь когда слова исходят от чистого сердца, со светлыми намерениями, по-другому и быть не может. А сегодня кадры черно-белых фотографий семейного альбома уносят нас во времена юности Зугат Баташевой. Оттуда на нас смотрит молодая, красивая девушка, полная надежд на будущее. Впереди у нее вся жизнь. Жизнь длиною больше века. В Черкесии состоялась встреча министра внутренних дел по Карачаевой Черкесии Владимира Нефедова с выпускниками образовательных учреждений МВД России. Гражданами Карачаевой Черкесии. Это событие стало значимым моментом для молодых специалистов, которые на пороге своей профессиональной жизни. На встрече министр подчеркнул важность высокой ответственности, которая ложится на плечи молодых сотрудников и необходимость служить обществу с честью и достоинством. Владимир Ильич также отметил, что служба в МВД требует постоянного саморазвития и стремления к совершенству. Он призвал молодых людей использовать все представленные им возможности для профессионального роста. Напомню, в этом году в Карачаево-Черкесию прибыли 22 выпускника учебных заведений МВД России. Среди них двое сотрудников, окончивших Академию управления МВД России. Большая часть из них – сотрудники полиции и юстиции. Они распределены в подразделения аппарата МВД по Карачаево-Черкесской республике. Чтобы вы связали свою дальнейшую жизнь именно с той выбранной профессией. Потому что, да, сложный путь, сложная профессия, потому что мы представляем государство, охраняем общественный порядок. От нас с вами зависит на местах комфортное и безопасное проживание граждан республики, гостей республики. От нашего с вами профессионализма зависит очень много. От принятия, особенно, решений, да, о привлечении к уголовной ответственности. Потому что надо подходить объективно. Спортивные вести. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил Дениса Батчаева с золотой медалью первенства мира под дзюдо. На соревнованиях наш спортсмен провел пять поединков и во всех одержал победу над спортсменами из зарубежных стран. Тренирует Денис Батчаева, Александр Власов и Суслан Бастанов. Блестящая победа нашего земляка показал показатель высокого уровня российской школы дзюдо. Пусть столь выдающееся выступление вдохновит Дениса Батчаева и всех наших спортсменов на новые высокие достижения и яркие победы в спорте, сказал Рашид Темрезов. Еще одна яркая победа. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил спортсмена Амира Выкова, завоевавшего золотую медаль на первенстве мира под хэквондо. На соревнованиях Амир провел пять поединков и во всех одержал победу над соберниками. В финальной схватке наш земляк встретился с южнокорейским спортсменом и был убедителен в своем триумфе. Этот яркий спортивный результат является настоящей гордостью для Карачаева-Черкесии, ведь это первая золотая медаль под хэквондо в истории нашей республики, отметил Рашид Темрезов. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лютик и Анютик». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!